6 месяцев спустя. Игра началась! Теперь же... Не переключайтесь. Привет, ребята! Давно на моём канале не было ничего интересного. А ролики с музыкой я так просто увлекаюсь как бы этим. Но сегодня будем рассматривать достаточно интересный инструмент, который я собрал. Так скажем, конструкция штатива от Евгения Тыжнова для электронного микроскопа USB. Вот. Я её собрал. Вот так вот. Так, конструкция, которая шла в комплекте с данным аппаратом. Это просто смех. Она меня не устроила. И основные конструкции были требования конструкции, чтобы оно было надёжным, удобным и дешёвым в сборке. Я посмотрел кучу роликов на Ютубе и ничего не нашёл путёвого. Так что пришлось мне собирать всё самому. Ну что, начнём. Сам штатив представляет из себя из фанеры лист фанеры. Фанера толщиной давайте будем глядеть. Ну, примерно полтора. Длина 22, ширина 19. В основании было сделано для сборки было сделано три отверстия. Раз, два, три. Это уже так я одел для ножек. Вот. То есть вот здесь вот так вот. здесь я купил под М8, по-моему, это М8, не М10, М8 забил. А здесь просто сквозное отверстие, сквозное отверстие. Дальше я купил металлическую полоску, в которой щитовые дома собираются. Мне хватило одной штуки. Она была шириной 4, 40 на длину. Я не помню там. Вы сами можете определить. Сейчас будем глядеться детально. Так, вот это, вот этот элемент, он оказался неудобным в эксплуатации. Я думаю, что чтобы управлять движением микроскопа, но оказалось, что удобнее все-таки вот так делать. Так, вот элемент нижний. Он подобен и верхнему. Длина его на 6 см, ширина, как говорят, в 4 см. Между центрами примерно 3 см. Между вот этой штангой, которая регулирует верх-вниз подъем, точность подъема, потому что здесь шаг микрометрический. Я постарался, чтобы как можно, потому что требование к этому микроскопу, вот конкретно к этому микроскопу, чтобы шаг был очень точным. Это просто направляющие штанги, вот здесь, чтобы не болталось. Так, расстояние между центрами примерно 2,5... может и 2,5... Вот у меня здесь 2, получается, сантиметра. 2 см. Конструкция сделана вот так, вот низ. Верх подобен низу. Точно так же собран и верх. Вот. То есть вот он. Вот. Ну, это уже я так сделал для эстетики вида, чтобы не поцарапаться. А низы, низ у меня сделан на самоконтрящихся кайках. Плюс шайбы. Вот. Низ вот здесь вот. Здесь вот вот так вот. Верх через грайверы и шайбы подтянуты. Вот. Теперь отдельно разговаривать будем за штангу направляющую. Поднимающую, точнее. Она крутится. И сквозное отверстие можете сделать побольше. Две шайбы. Вот. Потом вот этот элемент. Но я считаю, что это не надо делать, неудобно. Вот. и такой же внизу элемент крутящийся. Вот это отверстие, вот это вот отверстие у нас М13. Вот. Как я не хотел, но самой тяжелой деталью это был вот этот вот элемент. потому что он во всех направлениях технологическими отверстиями просверлен. Вот. Ну, естественно, у нас есть направляющий. Точнее, вот два направляющих плюс поднимающий. Сделано это так. Вот здесь это металлические гильзы, чтобы это легко ходило по данному направляющему и держало, чтобы не было вот этого большого люфта. Вот это вот выступает как микролифт. Вот. Главный элемент люфта. то есть по резьбе вот этой вот гайки у нас крутится. Вот. Вот сейчас мы опускаем. Вследствие большого количества нарезки вот этого мы получаем достаточно точную наводку на резкость данного микроскопа. Потом элемент следующий. дальше я сделаю следующее. Вот это вот винт это винт зажима вот этой спицы, которая определяет длину выноса микроскопа. Допустим, вот смотрите. Вот мы расслабили, сдвинули, микроскоп микроскоп у нас выдвинулся. То есть мы можем вот допустим, выдвинули нам на нужную длину, закрутили, зафиксировали. Выполнен этот узел оказался самым сложным. Вот эта часть выполнена идентично задней части и это хозяйство все привинчено к данной платформе. Платформа использовалась 2 сантиметра. 2 сантиметра. Высота этих вот, скажем, шпилек у нас примерно 30 сантиметров высота шпилек от пола. Вот. Здесь сделана спица. Спица сделана для того, чтобы вот эта вот конструкция не шаталась. и была как бы монолитна. Вот. А это сделано из держака трубы. 35, 1 дюйм. Что-то там такое. Сделано для того, чтобы можно было удобно снимать. То есть я делаю так, пружинкой. чтобы можно было снять. Просто сейчас я снимаю. Вот. Чтобы было удобно снимать данный микроскоп. ну и все. Здесь можете гаечку поставить, чтобы это дело не крутилось. Ну, я не стал. Так что вот так вот. Так что вот мой аппарат. Ну, не аппарат, а штатив, который я собрал. может кому-то это пригодится. Если что, пишите. Вышлю размеры. Как я это делал расскажу. Ну, вот это вот я думаю, что не надо делать, потому что это очень неудобно. То есть, когда вы сидите, допустим, что-то рассматриваете, ну, может быть, удобно. Кто как сделает. Ну, потому что здесь элемент какой-нибудь лежит. Ну, что это такое? Вот, задеваешь. Проще. Вот. Ну, все. Всем пока. Подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь.